Девушки отдыхают Клуба Тоттенхэм Ходспур стал во многом первопроходцем Это самые крутые трибуны в Британии Над ними самые большие экраны в Западной Европе И здесь самая длинная барная стойка в Европе И это первый стадион собственной пивоварни Салют А еще тут можно заменить классическую футбольную площадку на поле для американского футбола Вперед, медведи, вперед! Я будто в Штатах Но я пришел сюда не смотреть матч Я хочу выяснить, как построить самую современную спортивную арену в мире Поехали! Я Ричард Хамонд Привет! Я изучаю все поистине большое Потрясающе! В списке десяти моих самых безумных авантюр Это будет на первом месте Знаю, мне все кажется большим Я тут лезу в мотор Меня будто уменьшили Я расскажу, как инженеры укрупняют наш мир самыми невероятными способами Кажется, он слишком близко Оглянулся через плечо, лучше бы я этого не делал Узнаю, что иногда крошечные детали – самое важное в гигантских конструкциях Краду у них электричество Я бы такую работу не выбрал И встречусь с героями, которые проектируют, строят и работают по-крупному Если ошибусь, нас разорвет на куски? Возможно Большое и Ричард Хаммонд Новая домашняя арена Тоттенхем Ходспур Самый крупный стадион премьер-лиги в Лондоне Над созданием этой монументальной конструкции Три года работало более пяти тысяч человек Они залили 72 тысячи квадратных метров бетона И установили тысячу шестьсот дверей Потрясающий плод инженерной мысли Но эта история не только об огромном здании Но и о том, как стадион может изменить сам спорт Как для игроков, так и для зрителей Сегодня матч И через шесть часов 62 тысячи фанатов хлынут на стадион Персонал должен подготовить арену к этому ответственному моменту Им повезло Я здесь и готов помочь Ого, какие огромные пространства искажают перспективу Но вот сейчас я вижу, что эти экраны просто гигантские Вот оно Погодите-ка Вы уверены? Ладно По траве не ходить Если меня поймают Вот так Прошел Я встречаюсь с ключевым членом местной команды Привет, как дела? Главным смотрителем поля Уэйном Биллингом Похоже, трава — это вся его жизнь Скажу парням, что вы пришли Они обрадуются лишним рукам Господа, сегодня Ричард поможет нам подготовиться к вечеру Держитесь В этом удивительном месте команда из 20 смотрителей Работает над подготовкой поля к матчу И чем вы занимаетесь? Всем подряд Да Всем подряд Да, у тебя получится Ясно, я с ними Я теперь один из них Помогу, чем могу Разница в том, что они знают, что делают, а я понятия не имею Так, ну и что мы делаем? Берем эти ворота, парни, и ставим на позицию Они тяжелые? Они чертовски тяжелые Так нормально? Отлично Да, я профи Только, кажется, спину потянул Я уже не молод Это было... Ой, да Ты неплохо справился Но в душе-то я рыдаю Это еще цветочки, Ричард Здесь столько работы? А нельзя просто приехать за полчаса до матча, открыть стадион и сказать, ладно, все, заходим? Нет, дел по горло В день матча всегда так А почему не подготовить все накануне? А то как домашку перед школой делать Не все можно сделать заранее Нужно убедиться, что поле в идеальном состоянии и готово к игре А сегодня вы довольны результатом? Да Относительно Смотритель никогда не бывает полностью доволен Это точно, да, я заметил Да Значит, смотрители, по сути, несчастные люди По большей части Да, потому что идеал недостижим Да, работа никогда не заканчивается Один миллиард четыреста миллионов человек по всему миру смотрят трансляции матчей английской премьер-лиги Поле должно быть в идеальном состоянии Поэтому о каждой из пятисот миллионов травинок заботятся не хуже, чем об игроках, которые по ним бегают Поле стригут перед каждой игрой Есть даже особые стандарты такой стрижки На стадионе все травинки должны быть высотой от 25 до 30 миллиметров Это устройство для измерения высоты травы И... Все как надо Точно до миллиметра Идеальный газон Высота между 25 и 30 миллиметрами Похоже, на ошибки их не поймать Да, высота всех травинок от 25 до 30 миллиметров Не так давно английская погода регулярно превращала футбольные поля в грязное месиво Сейчас подогрев почвы, специальная трава и автоматический полив поддерживают газон в безупречном состоянии круглый год Уэйн, я теперь ваш ассистент? Да, должность ваша Ясно, но... Можем выдать форму Мы еще зарплату не обсудили, и, например, по полю ведь ходить нельзя Какое нарушение самое серьезное? И вообще, вы такой спокойный, а я вот нервничаю Несмотря на хай-тек-садоводство, последние штрихи выполняются по старинке Так, что мы сейчас делаем? Мы размечаем поле для сегодняшнего матча Так Главное, максимально ровно и аккуратно провести линии на расстоянии в 5,5 метров Так, а если я ошибусь, лучше не говорите Миллионы людей будут недовольны Ясно, ясно, спасибо Ваш мир, ваши правила Приступим? Да, просто толкайте Когда дойдете до белой линии, слегка приподнимите, чтобы ее пересечь, и снова опускайте Все вручную? А вдруг я ошибусь? И потом на видео для судейского просмотра будет заметно, что линия неровная? Боже мой, страшно-то как? Так, ладно, хватит трусить Соберись, Хамон Обычно мы наносим два слоя Главное сосредоточиться Шикарная походка Нормально? А теперь просто остановиться? До конца и остановка Хорошая работа Простая машина Выполняющая простую задачу Но сегодня вечером это увидят миллионы зрителей И если линия вызовет сомнение До игры остался один час Стадион начинает заполняться зрителями И моя помощь нужна в другом месте Нет, я не талисман Поддержка любимой команды вызывает сильную жажду Бары обычно обслуживают несколько сотен А не десятки тысяч клиентов за вечер Стадион Тоттенхэм огромен Потребовался новый подход Обеспечивающий Бесперебойную поставку пива Без этого на стадионе никак Этот стадион уникален во многих аспектах И меня особенно интересует один из них Это первый стадион Собственной пивоварни И похоже Я ее нашел Да, это она Не маленькая Так, мне сюда Да Уэй надолжил меня на время главному пивовару Валери де Патрис Сколько пива вы производите? Мы можем сварить почти миллион пинт в год Это же не только для стадиона? В основном для стадиона И сколько уходит за вечер? В день матча сколько пинт? Примерно 23 тысячи 23 тысячи пинт? Да За один матч? И все сварено у вас? Да Итак, пиво готово И оно очень быстро попадает клиентам Да, через день То есть оно наисвежайшее? Точно Самое свежее пиво? Да И мы собираемся приготовить партию прямо сейчас О пиве я знаю немного Оно вкусное И его делают из солода Который, кстати, оказался тяжелым Так А почему у вас легко выходит? Мы варим пиво Я теперь пивовар? Да, теперь вы пивовар А это надо внутрь засыпать? Да, верно Весь мешок? Весь мешок Так И теперь это пиво? Ясно, идем дальше Я тут никуда не свалюсь и ничего не испорчу? Тепло тут Здесь мы его варим Как будто с пеной для ванны переборщили Столько разговоров о пиве А попробовать-то можно? Значит, тут вода, солод, абракадабра и пиво Салют Салют О, да Зачем закупать пиво, когда его можно варить на месте и пить свежим? Конечно Главное, чтобы не выдохлось, пока я болтаю Должен сказать, тут подают и другие сорта пива Во время матча на стадионе продают порядка 65 тысяч кружек Большую часть За 15 минут в перерыве между таймами Скажете, это невозможно? Но только не здесь Тут построили самую длинную барную стойку в Европе 65 метров из конца в конец Почти длина футбольного поля Стойка огромна Но главный секрет скоростной подачи пива Хранит менеджер бара Рамзи Банду Рамзи, у вас тут супер-насосы или какая-то хитрость? Как это работает? Хотите увидеть фокус? Еще бы Ставите сюда Раздается шелчок И стакан наполняется со дна Сколько это занимает? Максимум 5 секунд На пинту? Да Невероятно Можно взглянуть на стаканы, ведь в них все дело, да? Да Итак, стакан с дыркой на дне И маленький магнитный диск Струя поднимает его Стакан наполняется Его снимают И диск встает на место И всегда срабатывает? Всегда Давайте, попробуйте А если не выйдет, я просто... А как правильно его снимать? Как угодно, просто поднимите Умно придумано, да, впечатляет Можно я сам налью? Конечно Хочу такую штуку домой Нет, для дома это перебор Да уж И вверх Просто поразительно Так вот, как вам удается подавать пиво В гигантских объемах каждый раз Да, верно Эта система наполняет кружку в 10 раз быстрее обычного крана В итоге, бар может выдавать 10 тысяч кружек в минуту А то, что попало внутрь, обязательно выходит наружу К счастью, для этого на стадионе имеется 471 туалет Ууу, какое облегчение Далее Боже! Вид с высоты птичьего полета Пожалуй, хватит И голос 62 тысяч фанатов Это здание больше всего походит на единый большой механизм Большое и Ричард Хамонд Большое и Ричард Хамонд Я исследую одно из самых крупных спортивных сооружений Европы Новый стадион Тоттенхэм Ходспур в Лондоне Он изменил наше представление о спортивных зрелищах И один из важнейших элементов любого матча Это звук Особенно Скандирование болельщиков Так они поддерживают свою команду И вселяют неуверенность в противника Идея учитывать акустические особенности при строительстве стадиона Принадлежит президенту клуба Дэниэлу Ливи В этой махине продумана каждая мелочь Мы хотели создать идеальную атмосферу для фанатов На нашем стадионе самый мощный звук в Европе Это потрясающе Инженер-акустик Марк Мёрфи участвовал в создании стены звука в Тоттенхэме Марк, ты работал над системой с самого начала? В общем и целом, да Здесь абсолютно уникальная южная трибуна Это сектор хозяев стадиона И мы прежде всего пытались дать болельщикам возможность влиять на игру и атмосферу матча Поэтому поставили сиденья как можно ближе друг к другу И сделали так, чтобы звук разносился по всему стадиону То есть превратили трибуну в усилитель, направив звук в сторону остальных трибун и поля? Именно так Это самая большая одноярусная трибуна в Великобритании Она вмещает 17,5 тысяч фанатов Угол наклона максимально возможный по британским стандартам 35 градусов Первый ряд всего в пяти метрах от линии ворот Что позволяет болельщикам быть ближе к игре Но громкость поддержки команды зависит не только от числа голосов Отдельные звуки недостаточно мощные, а расстояние здесь огромное Звук очень быстро стихает Наша задача — сохранить его мощность и попытаться усилить Это одна из интереснейших задач — создание места, которое затем будет работать почти как музыкальный инструмент На этом стадионе не только южная трибуна работает как мегафон Архитектура самого здания усиливает звук, и всё благодаря крыше Представьте, что этот аквариум — стадион Я загрузил на телефон настоящую футбольную кричалку Сейчас я её проиграю, и мы измерим громкость шумомером Так, включаем Прибор зафиксирует максимальную величину Это реальная кричалка Вот это да! 98,4 дБ А если я добавлю крышу Очень похоже на местную Вы увидите разницу Всего лишь козырёк Но он отражает звук обратно на трибуны И делает матч незабываемым для болельщиков Здесь всё то же самое Измерим максимальную громкость И она сразу подскочила до 107,7 И причина — в этом небольшом козырьке Нашем аналоге крыши Нет необходимости накрывать весь стадион Чтобы отразить звук в нужном направлении И создать потрясающую атмосферу И хотя крыша не полностью закрывает арену Она весит 600 тонн И что удивительно, эту гигантскую конструкцию Ставили на место уже собранной И скоро мне объяснят, как именно Господи! Зачем я согласился, а вдруг я упаду? Это стекло меня выдержит? Конечно Точно? На нём можно танцы устраивать О, да Инженер Крис Киннер участвовал в создании этого танцпола Так, пожалуй, хватит Я не радуюсь, это истерика Ой! Крис затащил меня сюда, чтобы показать Как кабели удерживают крышу И как её сюда подняли Представьте себе резинку, которая свободно лежит На верхнем ярусе Да И если взять верёвки И закрепить на резинке по периметру стадиона Так В 54 точках Можно, потянув за эти верёвки Поднять эту резинку в воздух Верёвки в данном случае это стальные тросы Общей длиной в несколько километров В течение трёх недель гидродомкраты натягивали кабели Поднимая раму на высоту 40 метров Натяжение кабелей придало конструкции жёсткости Затем её обшили алюминием и стеклом Одна из ярких черт этого проекта Удивительное внимание к деталям И даже здесь, наверху, всё гигантских размеров Например, эмблема клуба Она огромная Её воссоздали в новом масштабе Верно Новая фигура петуха Точная копия той, что стояла на первом стадионе команды Но чтобы для зрителя она выглядела как прежде Её пришлось увеличить в три раза Ведь новый стадион намного больше У этой увеличенной копии даже есть вмятина Один из игроков выстрелил в оригинальную эмблему из духового ружья И вам приходится её полировать? Да, приходится Ясно Да Всю? Снизу доверху Крис, можно вопрос? Можно мне спуститься? У меня уже пальцы свело Так я в поручи вцепился Конечно Спасибо Давайте пойдём прямо сейчас Вы первый Эта крыша не только для красоты Она выполняет инженерную задачу Традиционно крыши ставятся на колонны Но архитекторы хотели, чтобы у каждого зрителя был открытый вид на поле Такие крыши называют вантовыми Они немного напоминают велосипедное колесо На ней два кольца Внешнее — это обод колеса И внутреннее — это втулка Масштаб немного не тот Тут поле будет очень маленьким Итак, 108 тросов соединяют внешнее и внутреннее кольцо Они под натяжением Замечу, что с натяжением нужно быть очень осторожным Подкрутим пару спиц И всю конструкцию перекосят На стадионе масштабы другие К тому же крыша овальная Они круглые А значит, натяжение у всех тросов должно быть разное А я всё сделал по-настоящему Подкрутил спицы И это не монтаж Колесо то же самое Его не подменили Никакого обмана Чистая наука Но важны не только вид на поле и звук Фанатам 21 века подавай экраны И как всё на этом стадионе Они огромные Экраны, не фанаты 11 метров в высоту и 29 метров в ширину Чтобы осознать размеры Поставьте 6,5 моих хростовых фигур друг на друга И 50 бок о бок Я не самый крупный человек в мире Но нас 300 А это много Но они пошли ещё дальше Вокруг поля Идёт километровый ленточный экран Плюс ещё 1800 экранов Раскиданы по всему стадиону Внутри и снаружи Всегда хотел быть побольше Мечта сбылась Тоттенхэм Ходспур использовали все инженерные трюки Чтобы сделать зрительский опыт незабываемым Но вышло ли у них? Как узнать? Можно провести опрос болельщиков Но у меня есть план получше Этот прибор измеряет кожно-гальванический рефлекс То есть способность кожи проводить электричество И на этот показатель влияет эмоциональное состояние Стресс, спокойствие, возбуждение Сейчас стадион пуст Я спокоен И прибор показывает 0,75 Вообще-то единица измерения называется Сименс В честь человека, который это изобрел Здесь у нас микросименсы 0,75 Подозреваю, что когда люди заполнят южную трибуну Результат изменится Выясним, действительно ли архитектура трибуны и крыши Способна улучшить атмосферу и усилить эмоции Я не слежу за игрой Но показатель уже взлетел до 1,75 Сила эмоционального отклика больше, чем в два раза Не из-за игры Из-за трибуны 17,5 тысяч человек болеют за свою команду И это работает И положительный эффект ощущают все 62 тысячи зрителей И половина игроков на поле Я по-прежнему не смотрю игру Но толпа на южной трибуне активно на нее реагирует И мои показатели эмоционального отклика выросли втрое И все благодаря этому уникальному месту Научно доказано? Можно сказать Матч окончен И уставшие игроки и фанаты отправляются по домам Но у главного смотрителя Уэйна рабочий день еще не окончен Вот там настоящая живая трава А гигантский стадион Не совсем естественная среда для нее Поэтому приходится искусственно создавать ветер Дождь, солнечный свет Садоводство в гигантских масштабах И сейчас мы представим вам Самый большой в мире солярий Доверяю тебе этот важный прибор Правильно, я профи Жми на кнопку Его задача обмануть траву Создать ощущение, что она на солнце Ух ты! Звуки как в Стартреке На один полный проход 5 минут К нам подбирается монтажная склейка Уже вот-вот Просто знайте, что я действительно стоял здесь 5 минут С отваливающимся большим пальцем Который я выбихнул 3 месяца назад И жал на кнопку Очень тугую, кстати Так-то Мой несчастный большой палец Передвигает 120-тонную систему освещения Который висит над самым полем Не касаясь травы 864 лампы освещают и прогревают каждую травинку Уэйн, ты вообще дом-то бываешь? Давно не был Нет Дел тут не в проворот Да уж О, солнышко! Можно позгорать? За дополнительную плату Ладно Далее Я отправляюсь под поле Чтобы изучить удивительную конструкцию Кто-нибудь И устрою полю тест-драйв Ого, ничего себе Такую громадину я еще не водил Никогда? Точно Большой и Ричард Хаммонд Большое и Ричард Хаммонд Я в северном Лондоне На суберстадионе Тоттенхэм Ходспур Это огромное строение создает неповторимую атмосферу Как для болельщиков, так и для игроков Но когда создатели решили проводить здесь матчи по американскому футболу Они столкнулись с проблемой Как защитить идеальный газон от перепахивания футболистами Общим весом в две с половиной тонны И такого решения нет ни на одном другом стадионе У меня под ногами первое раздвижное поле А в двух метрах под ним поле для американского футбола Разработанное специально для этого вида спорта Инженерное чудо весом в 10 тысяч тонн Состоит из трех частей, которые соединяются в единое футбольное поле Поищу-ка я места соединения Уже пожалел, что красиво в кадре вертелся? Какие швы? Я вообще ничего не вижу Трава покоится на трех огромных поддонах Каждый весом более трех тонн Которые разъединяются и скрываются под южной трибуной А под ними искусственный газон для американского футбола В прямом смысле слова – поворотная инженерная идея Так, соединения Я их не вижу Одно гигантское поле Этот парень точно все знает Уэйн, тут должны быть соединения Поле же делится на три части Их очень трудно заметить под дерном Я бы весь день искал А я не сообразил Оно же делится вдоль Да Так и знал Но границы совершенно незаметны Их даже на ощупь невозможно отыскать Это же важный момент Да, важно, чтобы игроки не замечали этих сочленений Мы видим прекрасный газон, просто чудесный Я другого и не ждал Там внизу корни, земля Но в отличие от большинства полей Оно еще и передвижное Под ним целый отдельный мир Можно взглянуть? Конечно У меня встреча с Ником Купером Главным инженером мобильных конструкций Это официальное название его должности Попытаюсь разобраться, как же работает это чудо инженерной мысли Это скорее машина, а не здание Верно, это машина Три громадных поддона с газоном Передвигаются на 168 колесах И вот оно Второе поле По словам Ника Единственный способ увидеть границы этих трех участков Залезть между полями Правда? Прямо туда? Всего несколько человек здесь побывали Правда? Вам повезло попасть в их число Это огромная честь Конечно Так Поехали Сверху соединений не видно А вот снизу Да, вот оно Тут шов Зазор совсем крошечный Учитывая, что каждый сектор весит 3000 тонн А какой масштаб? Это почти рукотворная тектоническая плита Ага А здесь У нас рельсы По ним И катятся колеса Никаких заторов на путях Все как должно быть Хочу Увидеть разметку для американского футбола А тут уютно Можно забыть о суете и работе там наверху Напоминаю себе ежика Уснувшего в костре, который не успели запалить Начнется матч И я так тут и останусь Кажется, я повернул не туда Если не появлюсь в следующем сюжете Значит, я здесь Может, стоит сообщить кому-нибудь, а? Труп начнет разлагаться И тогда меня и найдут Тело телеведущего коротышки обнаружено под футбольным полем Нас насторожил запах Привет! Эй! Я тут, под полем Есть тут кто? Эй! Эй! Передвинуть целое поле И так непростая инженерная задача Но им приходится делать это в обход гигантского музыкального инструмента Южной трибуны Вся южная трибуна с семнадцатью с половиной тысячами зрителей Опирается на эти разветвленные мачты Одна здесь, вторая там Всего две Они выполняют работу, с которой обычно справляются десятки колонн Главный результат — открытое, свободное пространство Наверху имеется нечто вроде пальцев или ветвей Которые принимают на себя вес и направляют его в эту громадную опору Но у конструкции есть и недостатки Весь вес приходится на эти мачты И они уходят глубоко под землю А там хранится поле-трансформер Именно поэтому поле делится на три части Чтобы обойти эти две опоры Так где же хранятся эти три гигантских куска футбольного поля Когда тут проходят игры Американской национальной футбольной лиги Уэйн наверняка в курсе Похоже на парковку, а тут конец поля Да, все верно Когда мы меняем стадион, вот это место становится домом для футбольного поля Значит, поле заезжает сюда? Да, мы просто убираем эти прокладки И колеса под полем едут по этим пазам На этой парковке помещается целое поле? Да? То есть, если на стадионе объявляют владельца бежевого опеля, просит лучше подойти, да? И быстро Потому что машина окажется там Да Для того, кто проводит много времени, ухаживая за этим во всех отношениях восхитительным полем Момент, когда его разрывают на три части и засовывают на парковку Должен быть не самым приятным Остается надеяться, что оно не пострадает Обожаемое поле Уэйна готовится к переезду Через 48 часов это место превратится в стадион НФЛ Совершенно другим полем и планировкой Они отработали весь процесс Разделение поля, его перемещение под южную трибуну и другие трансформации Но еще ни разу не делали этого по-настоящему Это будет первая игра на стадионе Нужно решить море задач Атмосфера довольно напряженная, но ничего Я готов прийти на помощь Как-то так Я буду не просто помогать Ник сказал, что я поведу в футбольное поле Справитесь с управлением? Да ни одной тачки не разбил Это просто Держите кнопку радиоуправления Так И переключайте рычаг Ого, ничего себе, такую громадину я еще не водил Никогда? Точно Первый раз? К тому же это поле Да, не самая быстрая машина Определенно первое поле, которое я поведу Да О, поехали! Первая задача – передвинуть поле на полтора метра в сторону И разъединить три сегмента Перед вами футбольное поле, которое разделилось на три продольные части Одно движение пальца И 68 электромоторов начинают перемещать поле со стадиона на умеренной скорости в 7 метров в минуту Программа на сегодня Сначала двигаем первые три тысячи тонн, а к концу дня переместим 9 тысяч больше, чем вес эйфелевой башни Круто! Начнем! Когда смотришь на поле, пока оно целое, весь этот процесс кажется невероятно сложным Но во время трансформации… Это просто Да, все кажется просто В подобных сооружениях мало что поменялось за последние десятилетия Огромные движущиеся штуковины, гигантский конструктор Вот это игрушка Первая секция без проблем оказывается на парковке Я почувствовал себя увереннее Теперь два сегмента одновременно? Да Я двигаюсь? Нет, поле двигается Именно Боже! Переключился с одного сегмента на другой Я совершенно потерялся и запутался Так, сейчас движется эта часть? Да Я будто крот, высунувшийся из норы посреди газона Стоим и наблюдаем за появлением второго поля Обманчивое впечатление, да? Это не просто другое поле, это другая культура, другой мир Игры НФЛ разительно отличаются от того, к чему здесь привыкли Да Поразительно Теперь весь стадион воспринимается иначе, да? Выглядит по-другому, это точно? Поле ниже, зрители выше и смотрят на поле сверху Да просто другой стадион Перемещение газона заняло 25 минут Должен признать, я беспокоюсь за Уэйна Ведь его любимое детище проведет следующие 13 дней На парковке Доставили в целости и сохранности Два сегмента зашли особенно красиво Но не буду хвастаться Я это пропустил Ну вот, прочь от моего поля Оно на месте Что нужно траве? Ей нужен свет, ведь она растет на солнце На потолке у нас светодиодные лампы Они поддерживают процесс фотосинтеза во время хранения Но это все-таки неполноценный солнечный свет Они не так активно стимулируют рост растений Так что стричь надо нечасто Как вы его стрижете? У нас есть роботы газонокосилки Нужды газона удовлетворены, он будет жив и здоров Будешь сильно за него волноваться? Да, это естественно, беспокоиться о поле Это центральная часть стадиона Да Многие называют его нашим детищем Что в общем-то верно Мы работаем на нем каждый день 7 дней в неделю, 365 дней в году Даже в Рождество мы на работе Немного странно наблюдать, как оно делится на 3 части Мы все об этом знаем Видеть это своими глазами Даже для меня нечто удивительное И нереальное Да Это же твое поле Да Уверен, когда его выкатят отсюда Оно будет здоровым Полным сил Зеленым и прекрасным во всех отношениях Да, конечно, так и будет Успокойся Всего за 4,5 часа стадион Тоттенхэм Заменил классический футбол Американским Новое поле Другой мир Точно Но чтобы превратить Северный Лондон в Калифорнию Потребуется не только замена поля Эта комната сложнее, чем кажется Сейчас это элитный ресторан для VIP-членов клуба Здесь они встречаются за ланчем с бывшими игроками И это чувствуется в атмосфере Как-то немного мрачно и претенциозно Сверкающие бокалы, приборы Все очень изысканно Но во время матча НФЛ У помещения Иное назначение У Национальной футбольной лиги Особые требования к телетрансляции Студия должна располагаться Высоко И по центру поля И это место Полностью соответствует Стекло убирают Здесь ставят стол для комментаторов И эти окна не занавешивают И посетители ресторана Видят, что происходит в телестудии Здесь все многофункционально Так, думаю Здесь точно Вовсе не бутылки с вином для ресторана Эти станции Для подключения аппаратуры Которые превращают ресторан в телестудию Далее Я отрываюсь на всю катушку Медведи вперед! Поддерживаю? Вперед, медведи! Выложимся по полной И приобщаюсь к элите Он даже не узнает Большое и Ричард Хаммонд Большое и Ричард Хаммонд Я видел, как новая домашняя арена Тоттенхем Ходспурс Превращается в единственное поле Для игры в американский футбол За пределами США И даже Помогал в этом деле И сегодня Впервые В северном Лондоне Состоится игра Оклендские рейдеры Против чикагских медведей Вперед, медведи! Вы лучшие! Я на приличном расстоянии от стадиона Но ближайшие улицы Уже охвачена атмосфера игры Как будто Совершенно другое место Все изменилось Я будто в Штатах На игре НФЛ В Тоттенхеме Я болтал с одним из организаторов Со стороны НФЛ И он сказал Ну да, в Британии этот спорт скорее андеграунд Это не андеграунд Да, медведи вперед! Вот именно! Вперед, медведи! Выложимся по полной! Это одна из команд И, видимо, он за нее болеет Лучшая команда! Да, лучшая! Самая-самая! Я согласен со всем, что они говорят Пока это не нарушает закон и общественный порядок Пытаюсь влиться в ряды Приятная атмосфера, мне нравится Вперед, медведи! Еще вчера это была база Тоттенхем-Хотспур А сейчас Тут повсюду НФЛ И будто так всегда и было Американский футбол Это спорт в самом ярком воплощении Он мощный, яркий и стремительный А значит, к игре стадиону придется трансформировать не только поле Раз, два, три! Не все помещения стадиона могут быть многофункциональными Это раздевалка Нам разрешили снимать И, на мой взгляд, она просто потрясающая Огромная Достаточно места, чтобы 23 игрока могли переодеться с комфортом У каждого игрока есть шкафчик с сейфом В который они могут положить свои дорогущие часы Скорее всего, это самая шикарная раздевалка, которую футболисты видели в своей жизни Но это место точно не подойдет для игроков НФЛ Это раздевалка НФЛ И она намного больше И на это есть причины Во-первых, в командах больше игроков Вот это место для одной команды И каждый игрок раза в два крупнее своих коллег из классического футбола А значит, и площади должны соответствовать Она просто гигантская Скоро эту комнату заполнят звезды американского футбола Которых ждет первая игра на этом стадионе Но прежде чем это произойдет Я хотел кое-что сделать Он даже не узнает Еще одно важное отличие классического футбола от американского Футболисты выходят на поле через закрытый стеклянный тоннель А игроки НФЛ идут через бар Эти огромные экраны будут работать на протяжении всего матча Потому что в американском футболе статистика очень важна И вызывает живейший интерес зрителей Так что экраны им пригодятся Простите, вы снимаете игру? Да Знаете правила? Да Нет, не знаю Понятно, ладно Удивительно, но это не просто смена одной игры на другую Весь стадион будто сменил национальность Толпа болельщиков уже настроилась на игру Мы будто в Америке Но тут пошел дождь, и мы снова в Тоттенхэме Некоторые вещи не меняются Простите, ребята Добро пожаловать в Великобританию Упс! Команда выходит на поле, и зрители просто сходят с ума Какая атмосфера! Похоже на масштабное театральное представление Это огромная сцена для главного события вечера И как раз сейчас мы должны прекратить запись Потому что не имеем права снимать игру Я ее увижу, а вы нет Простите, увидимся после матча Я постараюсь получить минимум удовольствия Это просто работа Потрясающая атмосфера Четырехчасовая спортивная феерия подошла к концу И я отправляюсь в раздевалку Чтобы спросить у игроков Как им понравился этот новый дом Вдали от дома Как вам тут? Как поле, стадион? Какие ощущения? Прекрасный стадион Покрытие отличное, очень быстрое Один из лучших стадионов, где я играл Потрясающее место с удивительной атмосферой Похоже на настоящий стадион НФЛ? Даже в большей степени, чем многие американские стадионы Вот это результат, спасибо! Спасибо! Мы как будто играли дома Отличная игра на прекрасном стадионе Я видел, как он трансформировался? Да Очевидно, что стадионы очень разные У вас другие потребности Что именно вы особенно цените в стадионе, на котором играете? Думаю, важнее всего для нас привычная домашняя атмосфера А тут мы были как дома А здесь и наш выход, и как все организовали в раздевалке Все было идеально Клуб Тоттенхем Ходспур создал идеальную многофункциональную Высокотехнологичную спортивную арену Это уникальное строение Не просто место проведения двух совершенно разных спортивных игр Оно способно трансформироваться Менять свою структуру как в больших, так и малых масштабах От смены целого поля до комнат трансформеров Соответствующих культуре конкретной игры Стадион подстраивается под нужды игроков Тренеров, журналистов и болельщиков Два мира в одном месте Это не просто здание Это целый механизм И он навсегда изменил культуру спортивных зрелищ Редактор субтитров А.Семкин